у меня вопрос и к спикерам и к вам и том числе вот с точки зрения кейсов и практики именно фейков отношения чиновников у нас в республике есть как раз такая ситуация когда официальный представитель руководитель башен форума ростислав мурзаголов назвал защитников куштау проплаченными и ваххабитами и вот готовы ли вы помочь так скажем взять этот кейс против чиновника потому что здесь явный факт фейка нашу фактов нету вот просьба к вам взять и просьбу как раз в том числе к представителю совета форума человека разобраться в данной ситуации потому что официальный чиновник сказал что защитник куштава проплаченные ваххабиты сказал много еще чего не приятно и тем самым он вызвал ненависть в том числе и работников боеска против защитников и возможно в том числе он вызвал как раз вот эти все столкновения поэтому это фейк как раз который привел к последствиям может ли быть именно эта статья а вот с точки зрения перспектив возбуждения такого административного дела в отношении я с вами не уже сказал что применение этой статьи на мой личный взгляд должно быть сведено к минимуму насколько что лучшим вариантом может быть только исключение и целиком из кодекса по административным правоушения ситуация которая здесь приведена скорее в этой ситуации скорее речь идет о деформации то есть о распространении недостоверных сведений вопрос правда возникает будет в этом случае возникать о том кто будет надлежащим исток то есть кому именно он обращался и кого именно он назвал как вы говорили оплаченными да и ваххамитами ну вот традиционный совет я думаю будет опять же мистически оценивать всю его речь например того где в какой обстановке она была произнесена при какой аудитории в каком контексте то есть кто обсуждался возможно какие конкретные фамилии упоминались в этом случае об этом можно будет вести речь ну и этим людям в этом случае можно будет доказывать опять же при помощи лингвистической экспертизы о том что слово проплаченные ну проплаченные да однозначно негативная оценка и слово ваххабиты действительно носят негативную оценку и причиняет ущерб деловой репутации либо чести и достоинства этих лиц так что здесь вопрос скорее этот вопрос должен решаться в гражданском правом порядке ну если я говорю не о том не о методах защиты которые сейчас стоит применить в данном конкретном кейсе а я рассуждаю в общем с точки зрения правоприменения в здоровом современном дипломатическом государстве то есть вмешательство властей в таких случаях в принципе не должно происходить в случае высказываний которые не влекут не призывают к какому-то открытому насилию все подобные случаи должны разбираться только гражданскими судами если же вы сами поднимаете если же вы сами скажем так беретесь за эту дубину и пытаетесь это же оружие власти обратить против них то во первых у них это явно получится лучше и суды явно не будут на вашей стороне также как на стороне властей в применении этой статьи это раз во вторых таким образом вы легитимизируете ее в принципе применение на территории российской федерации такой мы лично не не вопрос опять же просьба все-таки заняться этим делом и вот я почему я не к вам обращался совет правом человека вот представитель и просим передать на сколько в том числе данные ситуации если вы считаете что есть повод для того чтобы обратиться к полномочному пожалуйста это можно сделать в обычном порядке написать соответствующее заявление но обращаю ваше внимание в законе четко сказано условия как это делать должны быть все приложены документы которые уже состоялись по этому делу и обращаю ваше внимание что гражданин сам должен использовать все имеющиеся по законодательству меры защиты своих прав если он считает что они нарушены и в случае если эти инстанции он прошел но считает что его право по прежнему во первых нарушено а во вторых оно не восстановлено только в этом случае так сказать он обращается к полномочному и этот вопрос будет рассматриваться в противном случае не видя документов не могу я сегодня об этом сказать конкретно но предполагаю что в ответе будут разъяснены возможные способы защиты прав гражданина в этой конкретной ситуации так всегда занимайтесь сами мы возможно поможем так далее так далее Продолжение следует...